Всем привет! С вами канал Герасим Шерп и сразу же хочу извиниться за задержку с выходом очередной серии Похода на край земли. Серия будет достаточно насыщенная, поучительная и драматически страшная. Мы реально чуть не утопили неутопляемое. А как? Смотрите. Ребята, нам дожди нальет такой. Ой-ой-ой. Вот еще нам такой позитивной погоды только не хватало, чтобы прям вообще взбодриться. Доброе утро, народ. У нас сегодня мокрая погода. Дождались. Здравствуйте. Доброе утро. Что вы тут делаете? Завтракаем. В гараже-то посидеть, да? Да. Кофе-то попить. А есть еще кофе-евничий? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь оленей. Так, ребята, поставили мы палатку. Две палатки уже. Потому что погода портится, к черту. У нас теперь есть кухня, есть кают-компания. Сейчас еще гаражную туалетную поставим, где будут проводить ремонты эротические. Хочется отметить ту немаловажную роль в комфорте, которую сыграли палатки «Лотос». Для нас это было просто палочка-выручалочка. Это две палатки, соединенные между собой, достаточно просторные. В одной мы делали либо баню, либо кухню, либо это был гараж для ремонта. Во второй мы собирались сами. А это я сейчас ставлю так называемый душ, туалет и склад для вещей, чтобы они не мокли. То есть мы могли разгрузить вездеходы. Без них было бы достаточно трудно, все бы сидели по вездеходам, потому что погода нас, увы, остальные дни не радовала. Это еще быстрее. А? Это еще быстрее. Ну видел же один. Не видел. За крышкой ходил. Голоса неудач не прекращают преследовать нас. Встала баса. Был поменен насос. Благо у нас он есть с собой. Был поменен фильтр. И сейчас чинится топливный насос. И свет погас еще. Красота. А тут в палатке у нас кухня. Кипит, работа, варятся гольцы отпущенные. А как они здесь оказались? За нами увязали что ли? Да видно. Ну блин. Ой, такие парни хорошие. Да. А мы такие гольцы вкусные. На ней это мы с собой, ребят, привезли. Тех-то мы выпустили. Да. Следующий будет гольц на гриле. Ушица-то у нас. Гольцы-то сами бросились в нашу кастрюлю. Говорят. У-у-у, пацаны, какие вы вообще, ребята. Мертвые головы показал. Как вам видок? Вот так вот, ребята. Ветер, дождь. А у нас здесь тепло, уютно. И закрытый переход между палатками. Вообще красота. Вот это у нас кают-компания. Вечером будем делать. Из кухни все уберем. И будем делать баню. Потому что уже даже мальчики чесаться начали. Красота. Тебе печеночка попалась? Так, пожалуйста, разливающие глаза закрывайте, когда черпаете. Не-не-не. А то, мне кажется, подсовываете по родственным принадлежностям. Мне персонально выдали. Печеночку. Лена, какая у тебя вкусная рыба, да? Не пробую еще. Не пробую еще? Ну-ка, пробуй давай. Чайные ложки-то дуршать будешь. Чуть подсолить, чуть подперчить. Вкусно? Это вообще сказка. Божественно. Вкусно? Очень. Вкусно. Вот такие гольцы в Москве подаются вкусные. Потом скинем бочку. Ребятки. Все, я уже здесь не умещаюсь. Место стола. Для гриля мог бы, конечно, влезть еще. Ну, присяду вот здесь. О, с комфортом. Третью комнату надо строить. Да, да это не проблема. Можно было вот ту нашу комнату пристроить. Ну, если вот у каждого члена экипажа нашего будет подобная палатка, то мы сможем делать палаточный городок. Только надо одинаково. Многокомнат. Ну, вот я имею в виду палатка этой фирмы, которую можно соединять проходами такими. Ребят, мы выезжаем в Шойну. Поедем за коробкой. Вроде бы договорились, что можно будет забрать коробку эту. Спасибо Ивану большое, что поднимает участие. Помогает нам. Про Ивана я вам попозже еще расскажу. А я думаю, мы и познакомимся с ним. Вживую. Ну, загрузили коробку, едем в Шойну перебираться. Опа! Забыли, ребята, груз раскрепить. Да? Не забыли, вообще не крепили, да? Проблема коробки была в том, что на железных шерпах и на первых прошках ставились еще кулисные коробки с пониженной парой. То есть у них была первая передача занижена. Так как не было постоянства качества, делалось это на аутсорсе, то коробки умирали и умирали в непонятно разное время. Наша коробка умерла на 900-х часах. Было об этом видео в болоте, мы его меняли. Эта же коробка умерла на 250. Хотя, в принципе, все знали о том, что они умирают. Их надо было просто менять. Очень важно, ребят, при подготовке к такой экспедиции, если что-то нужно менять, есть какой-то узел, вызывающий сомнения, то надо его поменять. Если у вас есть деталь, вызывающая сомнения, но она годная, еще работает, то просто ее можно поменять на нормальную, а эту взять в запас. И тогда это будет правильно и не принесет вам расстройства и огорчений в путешествии. Не будете терять время на ремонт. Поэтому очень серьезно относитесь к подготовке в путешествии. Там ни сервиса, ни запчастей, ничего нет. Все уже на своих плечах, своими руками. Ну а мы едем дальше в Шойну. Все-таки мы договорились забрать коробку двойника. Посмотрим, что из этого получится. Давно вы нас с Мишаней вместе не видали, да? В одном везде ходят. Нет, не снизу. Эх, кочки-ямки, на болотах пусть летит, а мне пожрать не ухудал. Вот они, ребят, вот они, гуси-ка. Прямо с под ног взлетают. Везде, куда ни глянь, летел гусь. Тучи просто гуся. Палкой можно, наверное, сбивать, попадешь. Вот так вот отлила река. Смотрите, что остается. Вообще гульки на макульках от речки. Вода очень низкая. Сейчас пойдем прям пляжами, 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 пляжами. Нам тут километров 40. Пляжами, пляжами, пляжами. Что-то второй вездеход где-то у нас вообще отстал сильно. Правда, не мягкий, хороший. Как будто вчера здесь были. По крайней мере, свидетель. Да, ребят, вот то место, где мишанью чинили. Где у него колесо отбалиться хотело. Когда прибой нас подмывал, посмотрите, следов наших не осталось вообще. То есть вода здесь полностью к берегу подходила. Не зря мы так это самое суетились. О, ребят, мишка идет. Тоже в шойну топает. С медвежонком. С медвежонком идет большим рядом. Ребята, еще один кранец жирный нашли. Американской. Не какой-то вам китайской. Изиастники, давай, бежим. Или веревок тоже заберем. Да не, не надо. Заберем кранец. Веревка какая хороша. Хорошая веревка, да? Депутский нож ее перепилить не может никак. Она пропилен. Не пропиленовая она никакая. Видишь, пропилить не может. Не пропилен, да. Моксель, моксель. Нож то острый. Нож то острый, подожди. Надо на себя пушить. Вот так. Добыча! Границ поймали. Здоровый! Да, собираем. Модный это. Будет у нас кранцевое ателье. Ты решил отбить поездку? Да, кранцами отобью. Че не себе, так на большой карак отдам. Смотрим вас, Китася, спасибо. Да, да. Море кормит. Кранцами-то. О, корм кому нужен? Самовывоз бесплатно. О, сколько гуся вылетело. Эй, разойдись. Выдешь на край, надо уже лететь, не полетел. Так. Это кранец, реально. Надо сдувать и брать. Я его на крышу привяжу. Это невольный кранец. Бам! Вон еще один. Сейчас принесу. Это супер кран. Сейчас мы его на крышу привяжем. Подожди. Ну, конечно, номерной. Это здоровый кранец, елки-палки. О! А не, этот все уже дохлый. Дохлый? Ну. С дыркой. Тихо! Вот это я свалился. Сдуло ветром. О, так он модный. Не, 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 не надо кидать его. Давай сюда. Не надо. Опасный проход. Никольский. Да, Никольский теплоход. Или сухогруз. Или кто-то там еще. Теперь будет наш. Вот с этого судна у нас оказался кранец. Это краболов, приписанный к Мурманскому порту. В общем-то, замечательно. Теперь он у нас в гараже. А Мишка боится. Смотрите, как следует. У меня уже прилиплое началось. Вы как? Видимо, а спереплываем в первую воду. Печенье приливное. Надо торопиться, чтобы не пройти. Война, я не знаю. Вот так. Печенье приливое. Все, что дальше... Если дальше... Возьмите. Вы можете правда. Какую. Возьмите. Где-то. Выпустите. Возьмите. Возьмите! Возьмите. Тюлень Тюлень Нормально дома на диване, как у наших зрителей Я как ведущий группы должен был придать значение тому, что мы сюда ехали, мористы где-то на километр, ближе к морю переходили. Почему Дима решил срезать напрямки? Ну, потому что просто решил срезать. А я как ведущий группы должен был его остановить и мы должны были пойти обратно по тому же треку. Но, увы, я это упустил. И случилось как раз то, что случилось. Смотрите дальше. Будет интересно. Такого в истории Шерпов еще не было. Вот это няша. Хороша. Колобки какие. Порулись мы в самую няшу на выходе из стороны. Мористей надо было проходить где-то полтора километра по реке. И вот решили чуть-чуть срезать. Тут 600 метров прохода было. И на выходе впоролись вот такую вот няшу. Спокойно, спокойно. Идет, идет. Чуть-чуть, идет. В общем-то, Дима встрял жестко. Морда у него вся провалилась в няшу и ушла туда. Мы решили ждать прилива для того, чтобы придет вода, всплывет вездеход и мы сможем поехать. Ну, тут Дмитрий что-то психанул. Смотрите дальше. Смотрите, что будет. Я такого еще не видел. И скажу вам честно, повторения не хочу. Сейчас вы слышали звук сломавшегося вала. Не знаю, то ли по неопытности, то ли по невнимательности. Дима газовал и в момент, когда вездеход зацепился задними колесами за что-то твердое, то есть поддал еще газку. Колеса заблокировались, газу дали и мотор просто свернул в вала. Ну, может быть, тем самым сохранил коробку. Так, ребята, будем пробовать, что здесь за такая заняша. Да, ребята. Не-не-не, ты что, вот так люди и прилипают. Ах, ты же мать-то, мать-то. По приливу тонут. А как я тебя сейчас ключами, я тебя брошусь? Скажи мне, мы на нее не опускаемся мы у нее, Герасим Васильевич? Постепенно, а? Давай попробуем отъехать назад чуть-чуть. Или нет? Давай постепенно до них вперед. Открывай окно. Стой, хороший. Все, стой. Димас, держи. Встречайте. Головки. На. 14.17. На. Эх, был бы у вас шеф, Макс. Вода есть. Ну, сюда, давай чуть-чуть. Привой. А ты не отмоешь. Не, еще не добрались. У нас тут один заняшился. Ребята, ну что, идет прилив потихонечку. У меня аж водой заполняется. Не видно. Лена волнуется, сидит. Там у ребят ремонт идет. Я делаю еду. Ну, а что? Надо есть. Когда волнуешься, надо есть. Особенно перед тем, как потонуть. Если не все придут, починят вездеходы. И захотят есть. А тут я раз такой. Хопа. И еду дам. Так. Все нормально. Просто надо понимать, что край это суровый. И ошибок здесь баловство не надо допускать. Надо было ехать по старому следу, который уже проверен. И не запарываться в эту кубяку. Ну, ладно. Будет нам урок. Все, ребятки. Вода пришла. Пришла быстро. Вот так, ребят. Вода прибавляется. Прибывает. Собирайте веревку с крыши. Сейчас нас к берегу прибьет. Миша, что ты? Море ничего не уносит. Все бревну. Ну, да. Чем мы не бревну? Чем бы хуже бревна. Не говори. Что, может поднадуться по максимуму? Дуйся, да? Да и так у тебя хорошо. Он 180. Нам чем больше воды сейчас, тем лучше. Я его спереди обеду, зацеплю и потащу его в берег. Я вас сейчас хочу попробовать назад. Давай, давай, давай. Что, давай, да? Погоди, стой. Вперед, как мультина писечка. Сейчас подъеду. Давай. Прикрывай окно. Пое закрывай. Давай. Дима, аккуратно. В общем, вот такая вот, ребята, конструкция. Трос не взяли, поехали. Горелку не взяли. Сломала вал. Вода прибывает. Пребывает. Это хорошо. Так, нет, не плывем. У нас, Мяша, с тобой килограмм много на колесах. Сейчас смолит. Да нет. Надо смотать канат. Вот хорошо этот трос нашли с этого кранца. Отрезали. Ну и сейчас ребята там вяжут трос с крыши, у них был репшнут. Что-то из него, может, сделаем получится. Надо как-то на сухое выбраться. Тут до сухого 30 метров. А никак. Нет. Что, может, отвяжемся и попробую я вперед встать перед вами? Давай, давай. Не ходите, идите в Африку гулять. Там живут коксилы, там живут гоксилы. И живут еще всякие брызовые крокодилы. Сейчас, секунду. Все, видишь, мы уже почти не проваливаемся. У нас уже вода держит. Давайте по рации регулируйте. Девее, Герн. Да неправильно, ему надо вперед, а потом влево. Теперь вперед проедем. Вверх, вперед и влево. Теперь к правой и назад. Дима, он сейчас сам зацепит спокойно. Откроет дверь, на карабин накинет. Куда ты полез? Димас. Вот, зашибись. Закапываешься, Герн. Стой, подожди. Надо ждать. Попробуй срывочки немножко. Да не надо, я вам сорву просто сейчас с влевку. Да и все. Влевка жидкая совсем. Ждем, вода придет, я отоплывем, значит. Должны скоро оторваться. Сверх в таком положении уже плывет. Няша прилипла. Хорошо. Если мы веревочку эту пролем, будет очень неприятно. Пытаемся, ребят, сорвать. С места висекот няша прилип. Не забываем. Назад. Назад полез, Герн, а то веревку порвем, нафиг. Поехали. Отлично, давай еще разок. Отлично, отрывается. Рожь. Давай, поехали. Вот, сплыли походу. Давай еще разок. Фух. Отклип. Давай. Отклип походу. Еще разочек. Шевелимся. Отлично, зашевелимся. Хорошо. Герн, морда всплыла у нас. Ну, все, жить будете, значит. Фух, я уж думал, получится так. Может, тогда наперед перецепимся? Давай, да, отцепляйтесь за ним. Что там происходит, видите? Машина по пол колеса. И не всплывает. Я понял. Ну, надо всплывать, ждать. Не всплыли еще. У вас все, бампер над водой, правильно? Нормально все всплыли? Все, все, отлично, да. Ну, это самое главное, чтобы вы теперь не потонете, ничего, это самое, отлипли. Теперь, значит, надо ждать, пока всплывет. Иначе я так не потащу. Я здесь уже плыву, а вы там еще стоите. Что ж, просим прощения за такую достаточно темную и сумбурную съемку, но ситуация была настолько напряженной, что в какой-то момент Мишаня даже забыл включить камеру и поснимать критический уровень воды в вездеходе. А он был действительно критический. На пол двери уже поднялся уровень. Оставалось совсем немножечко, чтобы через боковые трусы залилась вода, моторная отсека утопила вездеход. Так что, простите, но второго дубля мы снимать не будем. Ребят, выйти мы не сможем на берег, здесь няша. Идтиход просто не вытащит. Поэтому решили уйти немного в море, добраться до песка, до чего-то жесткого. И тогда уже мы сможем выбраться на берег. А пока все обстоит у нас как-то вот так. Дима решил, чтобы зря не терять времени, и пока пару часов я буду их тащить, за это время поменять вал. То есть ему надо было расцепить цепи. Мы их расцепили и поволокли машину уже спокойно. Все просто. Ставим луну на кончик окна, и это наш ориентир. Потому что здесь ориентироваться нереально. Вот зацепили дно. Значит, все правильно делаем. Сейчас пойдем по дну пока. Значит, я все рассчитал правильно. Все, ребят, вытянули на косу. Теперь осталось дойти до берега. А потом сесть и осознать, что же вообще произошло. И чем могло закончиться. Катимся по милюку. Видно берег. Столос нам немного. Ери, скажи, что у нас тормозов. Ера. Нет, ехай, ехай. Это самое. Тормоза разобрали, тормозов нет у вездехода. Так что это поаккуратнее. Вот, ребят, наши следы. Это когда мы ехали в ту сторону. Четыре дня назад уже, наверное. Ну, со счета я сбился чуть-чуть. Да, как чутка залило здесь, но не размыло даже. Остановка конечная, поезд дальше не идет. Все, ребята. Добрались до сухого пляжа. Вот так вот он выглядит. Куда-куда не доходит вода. Ой, как я хочу на землю. Потрогать ее хочется прям. Там тем маленькие огоньки на горизонте. Скорее всего, Шойна. На который мы так сегодня и не добрались. Потому как, ребята, пути Господни неисповедимы. Гляньте мне сапоги, пожалуйста. Ну как, вы довольны? А чуть-то на твердой земле-то. Я счастлив. Счастлив? Я тоже. Я восхищен вас. Очень ужасно. Находчивость. Вот так всегда правду мне в глаза и говорили. Дай сапоги человеку, а. А, это вот эти говноступы. Да. Миша в няшу попробовал в них выйти. Отважно. Давай прям двумя ногами сейчас и ныряй. Они лево-право перепутаны. Это крест накрест. Переобуй ноги крест-накрест. И скачи к воде вон туда, до моря. До моря скачи, Мишка. Говно-няша. Говняша, это тебе подарок домой заберешь. Гумус цена. На вездеходе вон до сих пор няша осталась еще на колесах. А я там прямо везде. У меня просто везде соль. В моторном нету воды. Соли тоже нету. Сильно. Видите, вот от соли сразу же все, что не защищено, сразу же начало гнить. Мухой, махом. Михаил, скажи мне, что ты думаешь о сегодняшнем нашем приключении? Я не знаю, как его назвать, приключение это или... Ну знаешь... Наверное, это было что-то уже за гранью приключение. Ты знаешь, ну поскольку мы ездим по всяким разным таким местам, рано или поздно такое должно было случиться. Вот. Ну, лучше бы таких бы вещей у нас бы и не случалось. Потому как достаточно серьезно все это было. Проверяет нас Господь на прочность. Затрещим, не затрещим, пока не затрещали. Но лучше думать и в такие задницы не завозить. Скрипим, травим, но еще не трещим. Да, да, да. Ребят, на самом деле все было достаточно серьезно. Вездеход мог бы не всплыть, когда он застрял в няше, и не всплыл бы, влипнув в няшу хорошо, не всплыл бы. Его бы просто прибойной водой затопило. После того, как соленая вода побывала сутки там в вездеходе, и там бы восстанавливать было бы нечего. Но, мало того, мы бы эвакуировали всех. Мы бы стояли рядом, мы всплыли, мы нормально стояли. Мы бы забрали всех, да, увезли бы на берег, но на берег за километр где-то. И вездеход бы потом тоже всплыл, когда бы его там затопило выше колеса, он бы тоже всплыл от глины, это оторвался бы. А куда бы он уплыл? Ну, течение очень сильное, как прибойное, то есть в реку бы его давануло, а потом бы его давануло из реки в море. И все. Вездехода бы уже больше не было. Я говорю, уже после соленой воды вообще там ловить нечего? Если бы я затопило лодку и все, затопило мотор, все. А после того, как унесло бы его в море, там вообще просто ловить нечего. Первым же штормом его бы размолотило просто в хлам. В общем, вот такая вот ситуация. Она очень серьезная, напряженная была. И слава богу, что нам удалось его оторвать от няши. И он смог всплыть. Потому что вездеход обездвижен. Одно дело, когда у вас вездеход движется, вы можете покрутить колесами, оторваться от глины и всплыть. Все. Это одно. Другое дело, когда у вас вездеход просто вот как был в няше там, прилипший, так и остался. И не может пошевелить колесами. Страшное дело. Няша, это вообще страшное дело в море. Наверное, это самый у нас рекордсменский случай по обрыву валу. То есть самое жопушное место, где можно оборвать в вал, в няше, в море в момент прилива. Понимаешь? Прилипнуть еще конкретно туда. Очень много было как бы нет, которые не надо было делать. Очень много моментов. Во-первых, это не надо было туда лезть. Вездеход шерп позволяет переходить по любой воде. По высокой, по низкой, по любой. Но просто переходить правильно. При переходе рек нету понятия короткая дорога. Есть понятие правильная дорога. Сегодня у нас член нашей команды немножечко, так скажем, поехал напрямки. Решил срезать. Хотя у него был трек нашей старого прохода и прочее. Вот мы срезали как минимум пока на 6 часов. Завтра проснемся. Посмотрим, насколько будет срезан вал. И насколько мы сможем его починить. Потому что когда мы там пытались его починить, у нас не получалось открутить опять один болт. А так как мы горелку с МАП-газом и прочим резак там все оставили в лагере. Потому что у нас ничего не предвещало беды. И весь инструмент у Мишани вездеходе. Завтра я съезжу в Шойну. Заберу с Мишани вместе коробку. Заберем для Олега. И Диме привезем баллон санговый. Санговый баллончик с газом. Газом у нас завалить у всех вообще. Но нет такого сангового баллона, чтобы надеть на горелку и прогреть болт. Это всем урок на самом деле. Неважно, насколько ты отъезжаешь. Если отъезжаешь, надо брать с собой. Все надо брать с собой. В общем, ладно. Все мы сегодня целы. Техника спасена. Хоть она хваталась соленой воды. Просолилась. Просолилась, да. Люди, не пострадай. Правда, сильно хотят спать. И скоро уже вставать. Через 6 часов. Все, ребят, спокойной ночи. Надеюсь, серия была как интересной, так и познавательной. Для нас она была страшная на самом деле. После того, как вездеход сплыл, мы еще его перли. Фиг знает сколько. И фиг знает какими путями обходными. По звездам. По звездам. По луне. Была только луна, да. Я вот ее настраивал. Надпись у меня была Герасим Шерп. И я ее там под букву Ш где-то ставил. И вот, значит, примерно правильный угол. Потому что GPS работал с запозданием немножечко. Показывал направление движения. И приходилось вот по такому секстанту двигаться практически в кромешной темноте. Потому что фары не помогают ничего. Все вода глотает все ориентиры. Только луна была. Луну на букву Ш и газ в пол. На третьей передаче. И тогда тянет. Худо-бедно вышли мы. На косы. По косам уже потихоньку, потихоньку. Хочу добавить к вышесказанному, что самая короткая дорога та, которую знаешь. На этом мы заканчиваем, ребят, нашу серию. Всем спокойной ночи. До следующей серии. Пока. Пока-пока. С вами был канал Герасим Шерп. Надеюсь, вам эта серия понравилась и вы сделали из нее выводы. Мы для себя точно их сделали. Если вы ищете интересный вариант на вторичном рынке, заходите к нам на сайт Герасим Шерп. И там вы выберете себе вездеход по душе, нраву, комплектации и хорошей цене. Всего наилучшего. До встречи. Герасим Шерп.ру, раздел вторичка. Пока.